всех приветствую я елена канал дачный креатив сегодня обещанный обзор товаров для сада для дачи то что я заказывал на сайте озон в интернет-магазине здесь у меня и удобрения и пакеты для рассады и заказал два чайника тестер для определения кислотности почвы влажности освещения и еще заказала для мужа вернее муж заказывал выбирал сабельную пилу вот такую мы ее уже протестировали и полотна но сейчас по порядку цены буду писать титрами уже при монтаже потому что озон не дает никакой накладной так что мне сейчас сложно будет я не помню конечно все цены поэтому ставлю при монтаже титрами для начала удобрения купила удобрение фертика удобрение универсальная осень и удобрение хвойная осень будем удобрять все свои кустарники в первую очередь универсальным фертика деревья плодовые яблони наши и обязательно немножко подкормлю осенним удобрением все свои хосты потому что хосты в этом году у нас болели пострадали от солнца и так далее ну и соответственно все хвойные растения также подкормлю купили доломитовую муку для грядок у нас грядках растет мокрица мы замучились от нее избавляться добавляли изолу добавляли также доломитовую муку все равно мокрица растет так что купила еще доломитовой муки и в том числе для новых грядок но сначала измеряю кислотность просто интересно посмотреть какая там кислотностью почвы купила удобрение для гортензии две упаковки упаковки по килограмму компания буйские удобрение я читала отзывы по этим удобрением там можно выбрать и другого производителя но именно на удобрение вот этого производителя были очень положительный отзыв причем отзывов много не два-три отзыва положительных чтобы было пять звезд в рейтинге а действительно там очень много отзывов и все положительные практически так что купила именно это удобрение. Еще купила пакеты для рассада. Но это не для рассада я купила, а для растений. Если все-таки я буду пробовать заниматься продажей весной. Так что вот эти пакеты мне вместо горшков здесь двухлитровые. В упаковке 30 штук. И литровые. И тестер для определения влажности, кислотности и освещенности почвы. Такая упаковка. Я сейчас ее распакую. Буду тестировать. На обратной стороне упаковки на русском языке ничего не написано. Зато предлагается инструкция на русском языке. Так что сейчас будем тестировать. Тестировать буду в купленном торфе. Торф у меня нейтральный есть. Есть торф кислый. И протестирую еще свою землю. И в качестве эксперимента для начала протестирую еще и воду нашу колодезную. И теперь чайники для дома. Купила чайник Тефаль. У нас вообще проблемы с чайниками. Они у нас летят. Покупаем чуть ли не каждый год. В прошлом году у нас сломался чайник. И здесь в окрестностях дачи мы не смогли ничего купить, кроме дешевого китайского чайника, который прослужил нам один сезон на полтора максимум. Купили чайник Тефаль. Стеклянный. Стеклянный нам больше нравится. Он у нас уже задействован. Я не стала его сейчас сюда выносить. Просто там он уже у нас работает во всю. И еще купила чайник со свистком в качестве запасного. Вот такой чайник черненький. Элегантный, аккуратненький. С деревянной ручкой. У чайника Тефаль 1,7 литра. А у этого чайника со свистком 2 литра объем. Муж уже поработал этой сабельной пилой. Выпиливали мы старые ветки у бояршника Паульс Карли. Там подгнившие были ветки старые. Они у нас засохли. Мы их выпиливали. Там очень неудобно было пилить ничем. Ни ручной ножовкой, ни какой-либо другой пилой, ни садовой пилой. А вот этой сабельной пилой у нее тонкое очень полотно. Очень удобно было подобраться к этому подгнившему стволу. И очень аккуратненько муж все это обрезал. И купили еще дополнительные полотна. Это Китай. Сейчас все производится в Китае. Даже бошевские все инструменты производятся в Китае. Так что, надеюсь, будет работать хорошо. Ну и сейчас буду тестировать прибор для измерения кислотности. Влажность и освещенность тестировать не буду. Буду тестировать только кислотность. Показываю поближе. Распаковала вот такой прибор. Здесь три шкалы. Освещенность, влажность и кислотность. И пробую для начала в воде. Это наша колодезная вода. Здесь нужно опускать щуп вот до пластикового корпуса. Измерение кислотности нужно переключить. Переключатель вправо. И опустила в емкость с водой. И нужно подождать около минуты 60 секунд, как рекомендуют. Так, ну вот, прошла минута. И показания где-то 6 с небольшим. То есть вода у нас в колодце практически с нейтральной реакцией. Понимаю, протираю салфеткой для чистоты эксперимента. И сейчас буду тестировать нейтральный торф покупной. Вот такой торф мы купили. Нейтральный, верховой. Здесь я сделала отверстие. Сейчас на приборе показывает кислотность 8. Вставили насколько возможно. Торф плотный, хоть и влажный. И вот уже стрелочка поднимается. Ждем минуту. Здесь на упаковке написано, что кислотность водной суспензии. То есть нужно было добавить воды, растворить в воде торф. В диапазоне от 5,5 до 6,5 единиц. Прошла минута и получается, что здесь 6,4, наверное, 6,5. Здесь не очень, наверное, светло. Под навесом у нас лежит торф. И получается, что соответствует тому, что указано на упаковке. И для гортензии я купила верховой торф, торфабрикет, кислый, сухой торф на 10 литров готового торфа. Нужно добавить 2 литра горячей воды. Кислотность здесь заявляется 3,5-4,2. Развела я в ведре торф. И сейчас попробую протестировать этот кислый торф. Не очень удобно в ведре, но постараюсь. И вот смотрите, сразу стрелка пошла вправо. Ждем минуту. Прошло даже больше минуты. Получается, что кислотность здесь в кислом торфе 5. То есть не соответствует заявленным показателям. Но возможно это как раз из-за воды. Приготовила подкисленную воду. Немножко добавила воду уксуса. И сейчас хочу еще такой эксперимент провести, добавить подкисленной воды. И смотрим, сразу стрелка начала отклоняться вправо. Но вот даже слегка подкисленная вода не слишком-то увеличила кислотность. Измерю еще кислотность в почве. Вот у этой гортензии, которая у меня покраснела, которая болела хлорозом все лето. Здесь, судя по всему, почва больше, чем нейтральная, даже больше щелочная. И это все из-за цемента. У меня посажена здесь гортензия в круг, в бетоне. Поэтому, вероятно, она у меня и болела. Спасибо всем, кстати говоря, кто писал мне в комментариях об этом. И протестирую еще в нашей глине. Это куча земли, которую мы снимали из ракария. И показатель в нашей земле 6,5. То есть тоже нейтральная. Я всегда думала, что у нас слабая кислая почва. И протестирую еще в нашей грядке. Посмотрим, какая кислотность здесь. Мы замучились избавляться здесь от мокрицы. Мокрица растет в кислой почве. Постоянно добавляли в ламитовую муку. И золу все равно растет. Сейчас измерим. Ну и вот прошла минута. Показатель 7. То есть здесь почва у меня явно не кислая. Здесь слабо щелочная. Так что больше добавлять здесь не буду. Ни в ламитовую муку, ни в золу. Здесь еще можно измерять и влажность, и освещенность. Я проверила, и то, и другое работает. Вот здесь солнечная батарея. Сейчас для наглядности покажу влажность. Для того, чтобы измерить влажность, нужно переключатели перевести влево. Так вот, я перевела переключатели влево. И сейчас просто опущу стакан с водой. Измерение влажности. Средняя шкала. Так и опускаем в воду. И сразу, видите, стрелка ушла вправо. И что в результате? Мои впечатления от этого прибора работают, может быть, не очень точно показывать, с погрешностью. Погрешность при измерении кислотности возможна еще из-за воды. Что странно, мне кажется, в этом приборе, то, что нет возможности его выключить. То есть он постоянно находится в режиме тестирования. Кнопок включить и выключить на нем нет. Преимущество то, что солнечные батареи, что не нужно дополнительных источников питания каких-то батарей покупать и так далее. Показывает он и кислотность, и освещенность, и влажность. Но, возможно, не так точно, как хотелось бы. Но все же, хотя бы приблизительно, можно понимать, какая у вас кислотность почвы. Возможно, тест-полоски и лучше определяют, и есть более точный прибор. Но вот я купила такой, попробуем измерять таким. Рекомендовать не могу, потому что в точности измерения я не уверена. И по поводу Озона два слова. Сейчас бесплатная доставка, доставляют быстро, аккуратно. Так что я считаю, что это очень удобно. Цены, конечно, можно найти дешевле в других интернет-магазинах. Здесь удобно то, что бесплатно. Можно найти дешевле, но тогда будет доставка. А доставка у нас сейчас не дешевая в Москве. Так что доставка съест всю экономию. И на этом заканчиваю. В следующем обзоре, возможно, буду показывать растения, которые мне придут. Там хвойные, розы. Я заказала. Надеюсь, что уже к следующему обзору получу. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Хорошего настроения, хорошей погоды. До новых видео. Пока!